Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лавкина на толкование архиепископа болгарского Феофилакта. Часть 36. Толкование на 2 Тимофею 4.15. То есть войну ведет и противодействует благовестию Евангелия. Комментарий Игнатия Лавкина. Противодействие проповеди есть самая настоящая вражда. Война против Бога. И какой бы сан ни носил человек вплоть до патриарха и папы. Но если он противодействует благовестию Евангелия. Он этим показывает что он не рожден свыше. И благодать Духа Святого не коснулась его. Если при гласе пророков все должно было замирать. И небо и земля. То какое горе ждет тех кто противодействует благовестию Евангелия. Исайя 1.2. Слушайте небеса и внимай земля. Потому что Господь говорит. Я воспитал и возвысил сыновей. А они возмутились против меня. Отнимает хлеб в благодном городе. Отнимает воду в знойной пустыне тот кто противодействует благовестию Евангелия. Во времена Христа и апостолов более всего противодействовали проповеди христопродавцы иудеи. И мы знаем что их постигло за это. Как говорит Иоанн Златоуст. Бог как бы растоптал засохшую грязь и размел по всему миру. Две тысячи лет они не могут собраться воедино. 1 Фессалоникийцам 2.16. Которые препятствуют нам говорить язычникам. Чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Подобны им те кто противодействует благовестию Евангелия. Толкование на 2 Тимофею 4.17. Чтобы всем сделались известны и слава проповеди и попечения о мне промысла. И я избавился из львиных челюстей. То есть от Нерона. Он называет его львом по причине могущества его царства и непреклонности. Видишь как близок он был к смерти попав в самые челюсти льва. Комментарий Игнатия Лапкина. Пошло второе тысячелетие после крещения Руси. В православной церкви встречались дивные проповедники. Остались их труды. Но почему даже и они не исполнили прямое повеление Иисуса идти в мир? Все стало происходить совершенно наоборот. Появлялся проповедник или святой известный подвижник. И люди устремлялись к нему в самые потаенные места. Можем ли мы предположить, что рядом с именем апостола Павла стоит другое слово из арсенала тех, кто позже появился в церкви? Затворник, пустынник, молчальник, гробокопатель, столбник. Этого нельзя даже вообразить. Слава проповеди – это слава Христу за спасенные души, за сеяние евангельского семени, за то, за что проповедник получит славу вечности. Все вышеперечисленные звания не могут претендовать на славу проповеди. Марка 16, 15 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Деяние 8, 4 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Православные, устремимся на славу проповеди. Преподобный Исидор Пелосиот говорит так «Горе же беременным и питающимся сами в те дни» Матфея 24, 19 «Сказано душам, которые чреваты божественной любовью, но не осмеливаются свободно изречь и исповедать веру в Бога, и твердо стоять за нее, а приобрели только детское и несовершенное понятие о Божьем долготерпении и не имеют твердого упования, но угрозами или нападениями приведены в расслабление и лишили себя будущего». Цитата «Исповедание слабое, двусмысленное, не принимается, а отвергается как непотребное, как недостойное Бога. Недостаточно исповедания в тайне души, необходимо исповедание устами и словами. Недостаточно исповедания словом, необходимо исповедание делами и жизнью». Святитель Игнатий Бринчанинов Толкование на послание Титу 1.3 «Ибо Евангелие все объемлет, как то, что в настоящее время нам дано, благочестие, веру и истину, так и то, что обещается в будущем веке, то есть жизнь вечную». Итак, говорит, «Мне поручена проповедь по повелению, так что мне необходимо исполнить его». Комментарий Игнатия Лавкина «Если сегодня было бы дано задание на бумаге в виде графика изобразить хронометраж времени от раннего утра до позднего вечера, то какое место займет проповедь? Но как говорит апостол Павел и как вторит ему блаженный Феофилакт, «Мне поручена проповедь по повелению Божию». Сегодняшние пастыри могут сказать о себе только то, что они служители алтаря, и им это поручено по повелению священноначалия. На каком архиерейском соборе, на каком епархиальном собрании за тысячу лет на Руси ставился во главу угла вопрос о проповеди Евангелия по всему миру? Так, чтобы, разъезжаясь после торжественных богослужений и трапез, каждый из них вез не награды на бедренники, камеловки и митры, но хвалился бы перед всеми тем, что ему поручена великая миссия благовествовать о Христе, и чтобы каждый из них с радостным лицом и сердцем торжественно провозглашал повсюду. Мне поручена проповедь по повелению Божию и по повелению моего любимого архиерея-благовестника, который отныне будет для меня в этом деле примером всегда. Толкование на Титу 1.9 Не торжественность выражений нужна, а опытность в писаниях и сила в мыслях. Комментарий Игнатия Лапкина. В любом деле, в любой профессии, практика и опыт при приеме на работу имеют наиважнейшее значение. По этому же принципу, обращая внимание на опытность в деле проповеди, опытность в писании и силу в мыслях, должно бы принимать на служение пастыре. А сегодня главное внимание архиерей обращает только на то, как тот может совершать богослужения и требы, собирать деньги и отчислять в епархию. Кому не ясно, что это совершенно не имеет ничего общего с вышеуказанными словами Павла и Феофилакта, и фактически есть новый опыт во вновь созданной религией, ничего общего не имеющий с православием, которому послужили истолкователи священного писания. Иоанн Златоуст говорит о необходимости тщательно исследовать писание. Все мы, неродящие от чтения и писаний, терпим от этого вред и оскудение. В самом деле, как мы приведем в благоустройство дела свои, если не знаем тех самых законов, по которым нужно приводить их в благоустройство. Нужно тщательное исследование. Нужна, кроме того, и постоянная молитва, чтобы хоть немного прозреть в святилище Слово Божие. Цитата. Будем исследовать писание, чтобы не коснулся нас грядущий губительный для души голод. Будем усердны к писаниям, чтобы не заблуждаться и не увлекаться всяким ветром. Преподобный Симеон Новый Богослов. Все божественное писание, ветхое и новое, ведет естественно больное человеческое естество к Иисусу Христу, единственному врачу душ и телес наших. Кто остается непричастным его божественной благодати, тот остается и неисцеленным. А кто причащается его благодати, у того душа перестает быть больной. Толкование на послание Титу 3.6. Как под совершенно ветхий дом мы не подставляем подпор, но разрушив до основания строим его вновь, так и Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Комментарии Игнатия Лапкина. Священное писание говорит о том, что в лице согрешившего Адама все человечество мертво. И если при творении человека душа его по своей природе была христианка, то у современного человека она язычница, умершая во грехах и дурных наклонностях. И Сын Божий, придя на землю, искупил нас и от смерти, и из ада. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Грубейшая и смертельная ошибка, которую совершают почти все священнослужители православной церкви, состоит в том, что они пытаются, в кавычках, ремонтировать этого мертвеца, поправлять его через частую исповедь и причащение. Они учат, что человек согрешил, он накаянный грешник, как свинья лежит в колу, так и я служу греху. А священники, как духовные врачи, якобы имеют власть лечить эту свинью и сделать ее ангелом. Библия же учит, что все мы до встречи со Христом, и до личного уверования в Него, до личного приятия Его в свое сердце, как Спасителя, полностью и навсегда погибшие мертвецы. Лука 15, 21. Ибо этот Сын Мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Ефесянам 2, 1. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Ефесянам 2, 5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Поэтому главная, центральная проповедь у священников должна быть о рождении свыше. И они должны на каждой проповеди повторять эти слова. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Священники должны полностью переучиться и со лжеправославия перейти в истинное христианство. Цитата. Уста Христовы словом воскрешали мертвых. Дочь Иаирову, сына вдовицы, четверодневного Лазаря, которые были мертвы телом. Проповедующий же Слово Божие и учащий покаянию воскресает души, умершие грехами. Святой Григорий Двоеслов рассуждает об этом так. Проповедь Слова Божия действует с большей силой, чем молитва. Ибо большее чудо обратить грешного на путь покаяния словом учения, чем воскресить мертвого. При воскресении мертвеца восстает плоть, которая снова умирает. А в воскресении грешника восстает душа и живет вечно. Если хочешь убедиться на деле, что сказанная истина, смотри, воскресил Бог Лазаря телесно. А что творил Лазарь по воскресении своем, Писание об этом умолчало. Воскресил Бог душу в Павле. И что сотворила душа Павла? Своим учением он пропадил многие силы. Святитель Дмитрий Ростовский. Толкование на послание Титу 3.13 Так называет человека опытного в законах иудейских. Таков был Зина, и Аполлос был красноречив и силен в Писаниях. Анисим, сначала бежавший невольник, он украл деньги из дома Филимона и бежал. Будучи в Риме, он услышал проповедь Павла, и от него, находящегося в вузах, оглашенный и крещеный, сам сделался достойным удивления человеком. Комментарий Игнатия Лапкина. Творец установил известный всем способ размножения, который зависит не от знания человека. Этому никто никогда и не учил. Но это все заложено в природе от низшего до высшего, и называется это зачатием и рождением. В духовном плане все это происходит точно так же. Иоанна 3.3.7 Иисус сказал ему в ответ. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. 1 Коринфянам 4.15 Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. В этом способе размножения от проповеди не было ничего нового для людей духовных. Порядок был всегда один и тот же. Оплодотворение словом, зачатие, плодоношение, которое может и затянуться, и рождение. В это входит осознание себя окончательно погибшим грешником, вера в то, что Бог никому и никогда не прощает ни одного греха без наказания. Римлянам 6.23 Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И согласие, вынесшего себе приговор человека на то, что за его грехи, именно за его уже принесена плата – смерть Сына Божия, взявшего на себя его грех. Как заключительный акт рождения – отход из воды, околоплодной жидкости и первый вскрик – это троекратное погружение во святом крещении и начало благовестия другим. Если бы апостол Павел был православным в нашем понимании, то он бы занимался, как любой сегодняшний батюшка, придуманным требоисполнительством. И этим бы занимался, будучи арестованным. Как он мог бы родить из волка-ягненка, из шакала-анца, из гиены-тельца? Конечно, Анисим мог приходить к Павлу, питаться от его благотворительной деятельности, и тогда умели заниматься. И Павел научил бы его приходить на исповедь и причащаться. То есть там, в камере проповедника Тарсянина, была бы маленькая монашеская келья, очень похожая на сегодняшние монашеские кельи. Но без проповеди Евангелия не было бы ни рождения свыше, ни этого послания. Интересно, когда сегодняшние батюшки читают это послание, почему они себя не ставят на место Павла, чтобы они там делали? Павел духовно не был ущемленным от этого ареста. Он также продолжал молиться, писать послания, проповедовать и духовно рождать. Трудно ли сделать заключение сегодняшним священникам, что они ничуть не похожи и не приближаются к образу апостола Павла? А он простирает к ним, закованные в кандалы руки, и говорит, 1 Калифином 4,16 «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Филимону 3,17 Мы не видим ни разу, чтобы Павел проводил богослужения в храме и хоть чуточку был похож на сегодняшних требоисполнителей. Он знал три слова – Христос, Евангелие, проповедь. И это осталось нам в 14 его посланиях. Итак, любому должно быть видно, что то, что сегодня называется православием, есть абсолютно новая, придуманная людьми, религия, имеющая мало общего со Словом Божьим. Поэтому, анисимами, ворами переполнена страна. Батюшек сажают за постыдные дела, или совращение малолетних, или присвоение чужого имущества. И даже встречаются главари рэкетиров в рясах. Как говорит патриарх, каких бандитов напринимали в церковь. Толкование на послание Филимону, глава 1. «Если он сотрудник, то не задержит своего раба, а опять пошлет на служение проповеди, которой и сам он служит». Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодняшним пастырям неведомо это словосочетание «служение проповеди». Им известно служение алтарю, служба, обедня, служение родине. Но служение проповеди, то есть как быть слугой у проповеди Евангелия, быть исполнителем поручений Христа в проповеди, быть глашатаем святой проповеди, живой и рождающей, это современным батюшкам совершенно неизвестно. И отсюда легко сделать заключение, что вся их жизнь, все служение их не по Евангелию, а по вымыслам человеческим. Толкование на послание Филимону 10.11 «Потому что говорит, я родил его, то есть огласил благовестием и у веровавшего повелел крестить, и это в тесных обстоятельствах, в вузах». Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодняшние священники могут сказать, это мой прихожанин, я его крестил, я его исповедую и причащаю, это мой духовный сын, дочь. Но сказать, что я родил его, то есть огласил благовестием, он не может, потому что чистой, без всякой примеси проповеди нет почти нигде. Слово «почти» означает исключительную редкость, когда пастырь может сказать «я родил его», то есть огласил благовестием. И отсюда вывод, что практика служения, обращающая людей к православию, совершенно неправильна, ложна. И это худо. Как в плотской жизни дети рождаются не только у начальников, но и у подчиненных, а не рождаются только у евнухов, кастратов, так точно и в духовной жизни. Каждый христианин должен в конце жизни, подводя итог ее, сказать Исайя 8,18. Вот я и дети, которых дал мне Господь. Я родил их, то есть огласил благовестием. Конец 36-й части. Продолжение следует. Если бы ты закончил, то следующее начнется и евреям. Тут осталось минут на пять. Давайте. То есть или можно отрактовать на несколько стихов. Не вопрос, продолжим, давайте. Толкование на послание Филимону. Уверься же из всего, что в Писании ничего не следует оставлять без исследования, но во всем, как изреченном от Духа, искать духовного некоего смысла и извлекать пользу. Почему я назвал 24? Глава-то одна, 24-й стих. Главы-то нету. Ага, это стих, да. Я думал, то ли, ну все, вспомнил. Давайте еще раз. Толкование... Толкование на послание Филимону, 24-й стих. Уверься же из всего, что в Писании ничего не следует оставлять без исследования, но во всем, как изреченном от Духа, искать духовного некоего смысла и извлекать пользу. Комментарий Игнатия Лавкина. Если бы священники, исповедуя своих прихожан, будучи сами духовно рожденными и зная, какой ущерб человеку от того, что он не читает Писание, спрашивали бы исповедующихся, сколько времени они отдают изучению Священного Писания, какое место Писания они читали вчера и третьего дня, то перед ними открылась бы жуткая картина. Их подопечные безнадежно мертвы, потому что они заморены голодом и духовно не питаются. Слово Божие есть пища. Опытные врачи говорят. Скажи мне, чем ты питаешься, и я скажу, кто ты. Судя по пище, православных даже с большой натяжкой нельзя признать христианами. И не случайно, что именно в России появились политические партии с убийственной, просто сатанинской, человеконенавистнической программой, у которых прямо в одной строке написано, что они за православие, но против христианства. Этим извергом современное православие, как елей. Здесь и патриотизм, и борьба против евреев, черносотенство, монархизм, то есть все атрибуты человека убийства и лжи. Но они люто ненавидят Библию и проповедь Евангелия. Поносят Христа и Богородицу за их национальную принадлежность к евреям. Эти политические чудовища порождения современного в кавычках православия. Третье ездры 5.8. Дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ. Эти люди исповедуются и причащаются. Батюшки любят их. Плач Еремии 4.3. И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей. Отщель народа моего стала жестоко, подобно страусам в пустыне. Современная православная церковь, исключив авторитет Библии и живую проповедь, стала жестоко, подобно страусам в пустыне. Священники должны непрерывно устанавливать авторитет Библии, приучать людей исследовать ее, чтобы паства их находила пользу в каждой строчке Писания. В Писании ничего не следует оставлять без исследования. Конец 36 части. Продолжение следует.